Всех зрителей покорил соловей. Те, что уж очень красиво пел, но, как бывает и у людей, был птицей незаметной и связей не имел. Несмотря на юный возраст, Аня выбрала непростую тему для своей басни. Скоро поэтессе исполнится 11 лет. Стихи и рассказы Анна пишет с раннего детства. В основном это зарисовки на тему здорового образа жизни, о природных богатствах Кубани и о школьных буднях. Написать басню Анне задали на уроки литературы. Главные герои в басне – это животные. И как бы животные скрыты под масками людей. В басне также всегда есть мораль, которая учит человека. Я смотрю телевизор, некоторые такие интеллектуальные передачи, где тоже конкурсы. И, по-моему, там иногда бывает несправедливость в плане жюри. На конкурсе «Вдохновение» члены жюри, напротив, оценили талант юной поэтессы. Анна Новокшенова заняла первое место в одной из номинаций. Литературному конкурсу уже почти 20 лет. Анапский Центр Творчества совместно с творческими объединениями ежегодно собирают заявки со всех школ муниципалитета. С помощью учителей участники конкурса оформляют свои авторские произведения и отправляют их на суд жюри именитых анапских писателей. Традиционно ребята помладше рассказывают о любви к маме, о своей родине, о бабушке, о том, что происходит в их классе. А ребята постарше, конечно, уже интересуются более социальной проблематикой. Есть даже такие достаточно острые темы. И тем интереснее, что широкий разброс мнений и широкий разброс талантов. Победители были выбраны в нескольких номинациях. Лучших конкурсантов пригласили в молодежное объединение «Авангард», где их наставниками станут анапские писатели. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анап Регион.